И знаете, такой случай произошел. Ну, был такой эпизод, когда я увидел в фейсбуке фотографию парня, своего стеймомца. Здесь такой, он не бритый, какой-то взирошенный, встревоженный. Он живет в Донецке. И он подписал эту фотографию. Когда закончится война, я бритву пыльную достану и бритву, бритву стану. Когда закончится война. И ему ответила девчонка, тоже наша, стемовская, которая сейчас живет в Израиле. Галка. Она написала, когда закончится война, хочу, чтобы снова мы собрались и крепко-накрепко отнялись, когда закончится война. И, ну, честно скажу, меня это пробило. Я как-то, мне захотелось вступить тоже в этот диалог, в эту перекличку. Когда закончится война, увы, никто из нас не знает, что же времена не выбирают. И надо жить, ведь жизнь одна. И пить своих событий нить. И дружбу заполнять страницы. И пить, и пить. И веселиться. И напевая морду, блить. И полный с горкой поднесем стакан. Потом наполним снова. О недругах вообще ни слова. Как будто нету их. И все. Ведь мы не первые ей ей. Живем, подставив лица ветру. Нас разделяют километры. Соединяет память дней. А значит, незачем копить слова, которые сердцами давно друзьям мы написали. Пришла пора их говорить. О том, что драйва нет сильней, чем наша дружеская воля. И что надежнее нет руля и нет застудия веселей. Когда закончится война, которой мы не начинали, мы тихо за нечем скрижали друзей, ушедших имена. Пускай таинственно черна. Вода неведомого стикса, мы не забудем эти лица. И чарка будет их полна. Когда закончится война, я бритву пыльную достану. И бриться, бриться, бриться стану, когда закончится война. Когда закончится война, хочу, чтобы все друзья собрались. И крепко надпись обнялись, когда закончится война. И долгожданно зазвучат гитары старенькой аккорды. И наши выбритые морды улыбки женщин от Расяна.